Мне вот половинку лимона, только половину отрежьте, пожалуйста. Хорошо иметь дело с деловыми людьми. Но мне кажется, мой эксперимент сегодня удался. Салат морского удовольствия обойдется мне в 185 рублей. Мне кажется, что по нынешним ценам это даже очень и дешево. Дорогие телезрители, покупайте только то, что вам нужно. Никита Рогозин, Лев Рыжков, специально для программы 7 до 9. Ну а мы продолжаем, друзья, и встречаем нашего гостя. Отец Леонид у нас в гостях. Доброе утро. Отец Леонид, сегодня мы говорим о продуктах питания, мы говорим о том, как люди бездумно забивают холодильник едой, что из этого получается. Ну, в принципе, делиться надо. Вот как православие, как наша церковь относится к тому, чтобы люди делились между собой тем, что у них есть. Ну, сам Христос призывал тому, чтобы быть милосердным, ближним, сострадательным, нести какую-то помощь посильную человеку. И церковь действительно от имени христианства, от имени Христа, призывает также всегда быть милосердным, ближним, сострадательным и вносить свою лепту в предстание своего общества. Потому что очень зависит во многом взаимоотношение с ближними. И человек тогда и чувствует легкость на душе, когда что-то делает. Чтобы эту легкость почувствовать, отец Леонид, вот на самом деле многие не знают, что, оказывается, церковь принимает, и не только у нас фанты-мансийские, такую посильную помощь, когда можно принести и картофель, и овощи, и фрукты любые. Расскажите об этом. Куда можно обратиться? Да, в любом храме, как правило, есть пункт приема пищи. И эта пища обычно употребляется для того, чтобы либо многодетным, нуждающимся семьям дать эту помощь. Они сами уже потом приходят? Они сами, в основном сами приходят и получают... А где-то есть столовые какие-то для многодетных? При храме. Есть у нас в Пытьях, да, там есть при храме, столовая, благотворительная столовая, где как раз нуждающиеся могут прийти и не просто получить пищу, а горячее, еду, вкусить на месте. Из того, что, в общем-то, жертвуют, наверное, обычные прихожане. А отец Леонид, что можно приносить? Да все, в принципе, все продукты принимаем. Главное, чтобы они... Были свежими? Да, чтобы их можно употребить, да, дать возможность кому-то. Это обычно приносят рис, там, крупы, потому что они долгого хранения, да. Поэтому здесь, в принципе, ограничений нет. Главное желание. Желание помочь. Отец Леонид, а вот с какими-то благотворительными организациями в этом вопросе церковь сотрудничает или сама выступает как самая большая благотворительная организация? Ну, в частности, бывают такие случаи, что с мелким бизнесом, да, то есть какие-то супермаркеты могут пожертвовать посильную свою помощь в благое дело, да. А так, к сожалению, у нас нет... Я слышал, что есть такая организация, фудбанк, да, вот, которая как раз распределяет... Банк еды. Да, банк еды. Она как раз распределяет по округу, не по округу вообще, по России, вот, продукты. Но, к сожалению, в нашем округе нету этого филиала. Ближайший в Тюмени. Только в Тюмени. Да. А наши бизнес-сообщества и бизнес-представители все-таки пока не очень активны, да, как я понимаю? Ну, по сильному помощи все-таки предлагают. Но, даст Бог, все-таки их станет больше. Друзья мои, для того, чтобы быть ближе, для того, чтобы полюбить людей, нужно делиться на самом деле, вот, приносить в церковь продукты, которые долго хранятся, и кому-то это сделает жизнь легче, я так думаю. Безусловно. Огромное вам спасибо. Спасибо вам большое, Отец Леонид. Отец Леонид был у нас сегодня в гостях. Я думаю, для многих эта информация стала абсолютно новой. Ну что, мы продолжим эфир. Через минуту обязательно встретимся и продолжим нашу тему обсуждать.